В эфире служба новостей Саров-24 в студии Террина Абенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 15 новых больных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Купальный сезон должен начаться 1 июля, как городские службы готовят водоемы. Спорт на паузе, когда возобновятся матчи по хоккей в Нижегородской области. Далее расскажем по всем подробно. Владимир Путин подвел промежуточные итоги борьбы с эпидемией. По его словам, благодаря заранее принятым мерам на границах России удалось сдержать пик эпидемии на полтора-два месяца. Также президент поблагодарил граждан за то, как мужественно они прошли через сложности вынужденной изоляции. У нас в стране, в обществе не было растерянности. А напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации. Осознание реальной угрозы того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе. И что человеческая жизнь – это главное. Также Владимир Путин анонсировал ряд новых мер поддержки граждан. Он предложил еще раз выплатить семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей. Указ о второй единовременной выплате уже подписан. Россияне, которые получили такую выплату ранее, могут не подавать документы повторно. Пособие будет назначено им автоматически. Остальные могут обратиться за назначением выплаты до 1 октября. Также глава государства заявила о продлении действия специальных выплат для медиков, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Борьба с эпидемией продолжается. Так же, как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами. Также в своем обращении президент предложил изменить с 1 января налоговую ставку с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Эти средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Также глава государства предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 миллионов рублей вместо трех, а в крупных агломерациях до 12 миллионов рублей. По состоянию на 24 июня в России зафиксировано почти 607 тысяч заражений. За последние сутки выявили 7176 новых больных. За время эпидемии жертвами вируса стали 8513 российских граждан. Из-за коронавируса переносится открытие сезона детских лагерей в Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования, науки, молодежной политики региона Сергей Злобин на своей странице в Инстаграм. По его словам, обстановка не позволяет организовать работу сборных детских групп. Угроза населения детей и педагогов остается очень серьезной, понимая эмоции родителей и положение самих лагерей, добавил министр. Пока разрешили работу только загородных центров изоляции для организованных групп детей и соцучреждений. Каждое учреждение выезжает своим коллективом на отдельную базу. Следующий возможный контрольный срок заезда детей в лагеря – 10 июля. Но отталкиваться будут от эпидемиологической обстановки полученных разрешений. По состоянию на 24 июня в Нижегородской области зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии в регионе выявили более 16 тысяч лиц с диагнозом COVID-19. При этом почти 9,5 тысяч человек выздоровели. Из них за последние сутки 517. За последние сутки в Сарове выявили 15 новых больных. Нарастающим итогом за все время эпидемии в нашем городе зарегистрировано 442 случаев заражения. 151 человек уже выздоровел. Из тех, кто продолжают болеть, госпитализировано 46 человек. Из них в нашей больнице лечится 36, 11 средней степени тяжести. 10 проходят лечение в Приволжском окружном медицинском центре. Из них один в тяжелом состоянии. Все остальные лечатся на дому. Болезнь у них протекает в легкой или бессимптомной форме. Купальный сезон в Сарове в этом году начнется не раньше 1 июля. Окончательные решения примут в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Городские службы уже готовят водоемы, проверяют дно и берут пробы воды на наличие опасных микроорганизмов. Подробности далее. С наступлением жарких дней саровчане стали активно купаться и загорать у водоемов. Несмотря на то, что открытие сезона в этом году ориентировочно перенесли на 1 июля. Официальными местами для такого отдыха в этом году традиционно будут пруды протяжка и боровое. На данный момент проводится работа по подготовке этих мест отдыха для купального сезона. На данный момент уже проведена диротизационная и акарицидная обработка. Сделано водолазное обследование, паразитологический анализ песка. И межрегиональное управление номер 50 ФМВА проводит мониторинговые исследования по обследованию воды. Все показатели в норме, но это не последние исследования. В местах отдыха жители города должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На пляжах будут работать посты спасателей и медперсонала. Оба спасательных поста будут оборудованы питьевой водой со стаканчиками одноразовыми и санитайзерами для дезинфекции рук. По указу губернатора до 1 июля купаться и загорать в общественных местах отдыха запрещено. 29 июня комиссия еще раз проверит и обсудит готовность пляжей и водоемов к посещению. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Нижегородцы могут найти работу с помощью портала «Карта жителей Нижегородской области». На сайте начал функционировать раздел работы, в котором размещаются предложения. Там уже можно найти вакансии продавца, менеджера по продажам, автомеханика, комплектовщика, медсестры и другие. Кроме того, на портале размещена информация о мерах поддержки для тех, кто потерял работу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Средний размер пенсии в России к 2023 году вырастет до 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пенсионном фонде, где на днях подготовили прогнозный план на ближайшие несколько лет. Согласно документу, в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%. В 2022 году на 5,9%, а в 2023 году на 5,6%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению тоже увеличат. Но для этих выплат индексация будет не такой существенной – от 1,5 до 3,9%. Космический телескоп «Спектр-РГ», в создании которого принимали активное участие специалисты Рафиацнеф, построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. В течение следующих трех лет планируется получить еще семь подобных карт. Для справки, «Спектр-РГ» – это Международная космическая обсерватория, в состав которой входят два телескопа – немецкие «Ероситы» и российские «Артекс-Ц». Отечественный аппарат разработали в Институте космических исследований РАН, а его изготовлением и сборкой занимались сотрудники ядерного центра. Сыровчан предупредили об угрозе встречи с медведем. На днях военнослужащие одной из застав обнаружили следы зверя в районе лесного квартала номер 5. Сотрудники лесопарка незамедлительно организовали патрулирование в районе садоводческого товарищества «Авангард Кремешки», газовые просеки и серебряных ключей. Горожан убедительно просят воздержаться от посещения лесов в этих районах. 1 июля в нашей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать можно как дистанционно, так и очно на избирательном участке. О том, как будет организована работа избирательных комиссий в период пандемии, расскажем в следующем репортаже. Граждане имеют право проголосовать за поправки в Конституцию досрочно, дистанционно и очно. До 21 июня все желающие могли получить открепительные удостоверения для голосования не по месту прописки. Также до этого дня принимали заявление на проведение электронного дистанционного голосования. С 25 июня до 20 часов 30 июня те, кто зарегистрировался на онлайн-голосование, смогут зайти на сайт 2020.org.ru, авторизоваться и проголосовать. Почное голосование будет проходить непосредственно на участках, на которых мы привыкли голосовать, на любых выборах, которые проводятся в территориальной избирательной комиссии. Будут соблюдаться максимальные меры предосторожности, санитарная обработка, средства защиты членов комиссии. Будет ограничено количество людей, которые могут прийти на участки за определенное количество времени. Для пенсионеров, пожилых людей, людей, страдающих хроническими заболеваниями, можно организовать голосование на дому. Для этого им необходимо позвонить по телефону своей участковой избирательной комиссии. Бюллетень голосования выглядит, можно найти в интернете, это обычный бюллетень, за звуком пункта «Да, я одобряю поправки в Конституцию», «Нет, я не одобряю поправки в Конституцию». Кроме того, на портале карты жителей Нижегородской области появилась новая функция – запись на конкретное удобное время посещения своего избирательного участка для голосования по поправкам в Конституцию. Также там можно оставить заявку на голосование на дому. С текстом самих поправок можно познакомиться на сайте конституция2020.рф. Подробнее о голосовании в Сарое по телефону 99067. По 6 июля в Сарое пройдет голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в 2020 году. Отдать свой голос можно за обновление зоны отдыха «Прудобровое», «Бульвар» в микрайоне 15 и детского парка на улице Сосина. Этот проект реализуют наряду с другими программами по благоустройству уже не первый раз. В группах в социальных сетях мы спросили граждан, что изменилось в городской среде за последний год. Она стала лучше, считают почти 23% опрошенных. Саровчане стали активнее участвовать в благоустройстве города. Этот вариант выбрали почти 6% опрошенных. Считают, что власти стали больше прислушиваться к пожеланиям жителей – 11%. Не произошло ничего из вышеперечисленного, по мнению 60% респондентов. Проблема со стаями бездомных собак уже давно остро стоит в нашем городе. Жители периодически сообщают, что видели свора на Силкина и Музрукова. Еще одна стая появилась возле военного комиссариата. Животных пытались изгнать собственными силами, затем обратились в администрацию. Однако это не помогло. Собаки на месте. С просьбой разобраться в этом вопросе сотрудники военкомата обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Стая из семи бродячих собак облюбовала территорию военкомата для послеобеденного отдыха. В течение нескольких недель животные периодически приходят на улицу Сосина, ходят вокруг здания, дерутся. Сотрудники военкомата боятся выйти на улицу. К тому же сейчас идет призывная кампания, количество посетителей увеличилось. Чтобы не подвергать их здоровью рискам, руководство военкомата обратилось в администрацию с просьбой отловить собак. В администрации нам сказали, что на данный момент нет организации в Сарове, кто занимается отловом собак. И будет в ближайшее время у них совещание, где они будут принимать какие-то меры по отлову животных. Жертвами нападения бродячих собак ежегодно становится сотни тысяч человек. Примерно треть от этого количества – дети. Половине этих людей потом нужно специфическое лечение с использованием антирабической вакцины. В администрации мне сказали, что данная территория военного комиссариата не принадлежит к администрации, и они не пойдут отлавливать на чужую территорию. Только под договором за забором городской парк. Сейчас эти собачки полежат здесь и пойдут в парк. Там гуляют дети. Кто и когда они уже кого-то покусают, будет поздно. Эта стая не единственная в городе. Жители регулярно обращаются в департамент городского хозяйства с просьбами отловить бездомных собак то в районе улицы Силкино, то на проспекте Музруково. 20 мая 2020 года на портале госзакупок была размещена заявка администрации Сарова на оказание услуг в части отлова и содержания животных на территории города. Но аукцион не состоялся. В администрации нам пояснили, что будет заключен прямой договор с одной из организаций. И в конце июня в течение нескольких дней собак будут отлавливать в тех местах, о которых сообщали жителям. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Коллекция городского музея часто пополняется благодаря подаркам жителей. Саровчане приносят на выставки предметы быта, картины, изделия, ручной работы. Зачастую эти вещи не представляют ценности, но порой среди них можно найти уникальные предметы старины или редкие экспонаты, которые займут достойное место в музейной экспозиции. Цветы различных оттенков от бледно-голубого до тёмно-синего, птицы и необычные орнаменты на белоснежном фоне фарфора отличают кжели от обычной посуды. С конца XVIII века она была украшением стола в богатых и знатных домах. В наше время расписные изделия часто становятся предметом коллекционирования. В дар городскому музею Саровчанка передала более 20 экспонатов, которые собирались на протяжении 40 лет. Уникальность кжельских изделий в том, что каждый предмет создаётся вручную. Визитной карточкой является кжельская роза, она называется «Агашка». Есть много версий, почему такое получило название. По одной из них на фабриках работали простые рабочие девушки из крестьянок. Их звали «Агафья». Тогда это было очень популярное распространённое имя. Отсюда и произошло название. Промысел зародился в Подмосковье в районе Кжельский куст, который состоит из 27 деревень и сёл. На каждом предмете сервиза стоит клеймо, по которому можно определить, где и когда было создано изделие. С 1917 года на Кжельской земле было более 200 самых различных небольших предприятий по производству керамики. Во времена Советского Союза они были объединены в большие предприятия и заводы. Назову некоторые из них. Это объединение Кжель, это Речицкий фарфоровый завод, Шевиковский фарфоровый завод. Как раз именно этих заводов у нас и представлена кжельская продукция. Когда саровчане смогут увидеть коллекцию кжели вживую, пока неизвестно. Она будет храниться в фондах, пока не сформируется единая экспозиция, над которой работают сотрудники. О появлении сервиза в выставочном зале можно будет узнать на официальном сайте городского музея или в группе ВКонтакте. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Хоккея пока не будет. Матчи-плей-офф чемпионата высшей хоккейной лиги Нижегородской области приостановили до особого распоряжения. Когда игроки смогут выйти на лед, неизвестно. Чем занимаются спортсмены в период вынужденного простоя и скоро ли возобновятся тренировки. Расскажем далее. Хоккейный сезон в связи с пандемией коронавируса спортсмены так и не завершили. Финалы игры за третье место в областном чемпионате Федерация решила перенести до момента снятия ограничений. Даты, место и формат проведения встреч обсудят с тренерским штабом и руководством команд. По поводу прошлого сезона ничего не понятно. Также все на самоизоляции, на карантине. Федерация не работает. У нас поменялся министр спорта Нижегородской области. Пришел игровик. Он там очень любит футбол, хоккей. Смотрел недавно татовой интервью. Ну, посмотрим, может что-то поменяется в лучшую или худшую сторону. Сейчас спортсмены в отпуске. Активный отдых, небольшие домашние тренировки на поддержание физической формы и восстановление сил перед новым сезоном, курс которого придерживаются хоккеисты. Сейчас коронавирусная инфекция. Но и в былые времена летом тренировочного процесса не было. Сейчас все тренера в Ледовом дворце официально в отпуске до 1 июля. Была информация, что Ледовый дворец детской школы начинает работать с 1 августа. Посмотрим, как будет продвигаться открытие школы. Как только Ледовый дворец откроют для занятий, тренер команды договорится о начале тренировок к следующему сезону. Спортсмены надеются, что к осени эпидемиологическая обстановка улучшится и команда сможет усиленно готовиться к матчам. Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин